Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Алтайские чиновники наконец объяснили аномальное скопление тел умерших пациентов в подвале госпиталя в Барнауле. Как думаете, кто виноват? Никто. Случившееся стало следствием нехватки патологоанатомов, а еще российские больницы не рассчитаны на большое число погибших. Не хватило камер хранения, вот и складировали тела, куда придется. По-моему, шикарное объяснение не находите, прям вот в стиле путинских с колено поднимателей. Они, как обычно, не при делах, это все стечение обстоятельств. Ладно, хоть на Трампа с украбандеровцами ответственность в этот раз перекладывать не стали. Честно, не знаю как вам, мне этот детский дом стал надоедать чуть что. Но это не мы. Вот любой косяк, давайте вспомним, чинуши всегда сбоку припеку. В прошлой программе рассказывал, в 20-й больнице Ростова сразу 13 человек скончались. При невыясненных обстоятельствах все находились на искусственной вентиляции легких. И то ли аппарат избоить начали, то ли кислород тупо к тем аппаратам подвезти забыли. Но 13 человек не стало, хоть кто-то за это ответил. 13 человек, они не на поле боя под бомбежку попали. Люди в больницу за помощью обратились, а поехали в итоге на кладбище. Виновных нет. Начинаем. Там же на Алтае, пожалуйста, только уже в Бийске, сами врачи бьют тревогу. В инфекционном отделении центральной городской больницы работать некому. От всего персонала 4 доктора осталось, остальные разбежались, потому что не платят людям. Путин пообещал помочь, мол, ребята, вы там на передовой. Вся страна смотрит на вас, как на героев. Пошли мне орденами, так копейка и ха в результате. Послушайте меня, послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. И ведь даже после этого все равно кинули, все равно не заплатили. Тех, кто продолжали жаловаться, объявили агентами Навального, Госдепа, просто мерзавцами и негодяями. Дуракам в это время по ящику показывали сытые рожи Малышевых, Мясниковых, прочих артистов из Погорелого театра, имеющих к медицине весьма условные отношения. Вот только вечно прятаться за вранье невозможно. Рано или поздно любой нарыв вскрывается, он и вскрылся. В окно стучится вторая волна пандемии, а мы вдруг узнаем, что бойцов-то на передовой, врачей, почти не осталось. Помощи никакой мы не видим. Работать в таких условиях мы отказываемся. Врачи, во всяком случае, я отвечаю сейчас за 4 врача, которые у нас всего 4 работают в инфекционном корпусе. Мы прекращаем свою работу как дежурные врачи. Мы будем утром приходить на работу, смотреть больных, дежурить мы не будем. Впрочем, этого и следовало ожидать. Ведь что произошло в результате Голиковской реформы здравоохранения вследствие так называемой оптимизации? Оптимизировали-то рядовой медперсонал, в то время как количество руководителей, начальников и прочих важных вань в клиниках наоборот возросло, на пальцах объясняю, вы когда-нибудь видели, как выглядит ЦРБ в каком-нибудь небольшом муниципалитете? Вот вы заходите на территорию медгородка, первое, что вы наблюдаете, самое большое и самое красивое здание, а это управленческий корпус, там сидит руководство, ну дабы не быть голословным, вот фото центральной районной больницы в подмосковном Ногинске, я там прожил несколько лет, в смысле в Ногинске. Для пущей наглядности продемонстрирую вам реальную схему ЦРБ. Кружочками обведены два здания. Под номером один административный корпус, под номером два поликлиника. Согласитесь, даже на этой схеме хорошо видно, администрация вдвое больше. Как такое может быть? Но ведь поликлиника это самый важный блок. С него все начинается. Не в путинской России, а посему мы наблюдаем. Вот такое помещение для первичного приема больных, вот такое для начальников. Чего мы тогда удивляемся? Да когда вы в случае с теми же бийскими врачами, вокруг которых, как водится, целая стена лжи в данный момент строится? Итак, начнем. Врачам инфекционного отделения Центральной городской больницы Бийска, которые не получают федеральные доплаты, ответили из Министерства здравоохранения Алтайского края. В ведомстве пояснили, что 484-е постановление правительства страны предполагает фиксированные выплаты медицинским работникам, которые трудятся непосредственно в ковидных госпиталях. Только вот в самом документе такой формулировки нет. В 484-м постановлении сказано, что стимулирующие выплаты полагаются за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Хотя вы знаете, только не подумайте, что за царя сейчас заступаюсь, но готов предположить, обещанные путинские доплаты за работу с больными ковид, в Бийскую больницу все-таки поступали, распределили их не между простыми врачами, а между начальниками. Я на самом деле всего лишь предполагаю сейчас, но что-то мне подсказывает, что я недалек от истины. Это реальная журналистика, ври, воруй, тупи, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А пока мы с вами пережидаем коронавирусную пандемию, как обычно за свой счет, нас снова потихонечку грабят. В четверг стало известно, что Государственная Дума одобрила идею заморозки пенсионных накоплений россиян еще на три года. Вот казалось бы, на дворе кризис, плюс эпидемия, это по карману бьет 20 миллионов граждан уже за чертой бедности. Еще столько же на грани. Свыше 10 миллионов человек находятся в статусе безработной. У меня сестра, например, полгода никуда устроиться не может. Шесть месяцев выплат в размере мрот в качестве господдержки тем, кто остался за бортом из-за коронавируса, закончились. Ей на что жить дальше? Чисто логически, вот сейчас людям те накопления очень бы пригодились и помогли, тем более это их накопление. Нет! Депутаты берут и принимают решение, хрен вам! Как хотите, так и выживайте! Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается в первом чтении. За пару минут они этот вопрос решили практически единогласно, ведь это вопрос еще раз в отношении твоих накоплений. В ситуации, когда эти накопления тебе действительно необходимы, пшел вон, сказали, супер! Хорошо, может быть, наконец появился вариант начать рассчитывать на фонд национального благосостояния, в который ты тоже откладывал много лет на черный день. Нет! Из той кубышки нам тоже ничего не светит. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Зато знаете, кому светит? Правильно! Олигархам и чиновникам. И не просто светит, они уже получают. Ах, вы, наверное, не в курсе. Так вот, докладываю. Прямо сейчас, в эти дни, мы с вами дружно аэрофлот спасаем. Кстати, как раз за счет средств из ФНБ. До этого Сбер спасали, когда правительство его выкупило весной за 2,7 триллиона. Сейчас, правда, Грефбанк взад отжимает. Теперь главную авиакомпанию страны финансируем. Ну, как финансируем? Конечно, если почитать заголовки пропагандистов, там так все красиво нарисовано. Государство увеличило долю в аэрофлоте до 57 с лишним процентов. Был 51. А теперь вот давайте от этого красиво отвлечемся. И посмотрим на произошедшее реально. Государство, это мы, мы с вами. Вопрос. Ты конкретно от этой сделки что получил? Равно как от сделки со Сбербанком. Или от национализации ЮКОСа, ну и так далее. Что конкретно ты получил по итогу? У тебя появились какие-то акции, может быть? Векселя? Какой-то счет где-то образовался? Нет. У тебя как ни хрена не было, так ни хрена и нет. От национализации ЮКОСа выиграл конкретно Сечин. От продажи Сбербанка поимел Греф. От покупки аэрофлота Савельев с товарищей. А ты? Ты дал денег на сделку. Что дали взамен тебе? Просто ответь честно. Как ты отреагируешь на мое предложение? Ну, например, пойти сейчас в магазин, оплатить покупку нового 12-го айфона. Вот только айфоном этим в дальнейшем будет пользоваться. Скажем, моя любовница. А ты? Все, отваливай, больше не нужен. Как тебе такой вариант? Ты не против? Блин, тогда почему, когда примерно то же самое русскому Ване предлагают проделать Путин и его министры, только в более глобальных масштабах, Ваня начинает радоваться и аплодировать. Покажите это ватникам. Вот я уже как для шестилетнего ребенка все разжевал. Может быть, тогда у них мозг к жизни возвращаться начнет. Хотя, в общем, переваривайте, а я не прощаюсь. Скоро увидимся. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Снова призываю вас подписываться на наш второй канал. Ссылка сразу под видео. Мы планируем туда переехать, как только наберем 50 тысяч подписчиков. Эту страницу конкретно топят, потому что и уничтожат. В конце концов, это всего лишь вопрос времени. Спасибо. В соцсетях тоже жду. Друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.